На заседании Совета безопасности ООН обсуждали эскалацию на Донбассе. США и страны Европы призвали к выполнению Минских соглашений и политическому урегулированию конфликта. Представитель Великобритании сказал, необходимо, чтобы Россия прекратила, оказывая поддержку сепаратистам, и вывела свои войска из Крыма. А постпред США отметила, санкции против России будут действовать до тех пор, пока не прекратится оккупация полуострова. Представитель Франции заявил, Москва должна выполнять минские договоренности, и главная цель – восстановить украинский контроль над территориями в рамках международных границ. Он также призвал Россию оказать влияние на боевиков для прекращения огня. Сенат Румынии рассмотрит обращение Верховной Рады о признании Голодомора 1932-1933 годов преступлением и геноцидом против украинского народа. Об этом заявил председатель Сената Келин Папеско-Торичану на встрече с временным поверенным в делах Украины в Румынии Евгением Левицким. Собеседники также обсудили эскалацию напряженности на Донбассе. Представитель нашей страны выразил надежду, что парламент поддержит территориальную целостность Украины. Пещеру Сервантеса в Алжире – популярное место среди туристов, необходимо отреставрировать. В этом уверены местные активисты. Они пытаются сохранить достопримечательность для будущих поколений. В планах – реставрация пола и усиление охраны от вандалов. Мы вдохнём в пещеру вторую жизнь. Мы сотрудничаем с Институтом Сервантеса в Алжире. Реставрацию частично финансирует частная испанская компания. Пещера находится на плато алжирского региона Белуиздад. Испанский писатель Мигель де Сервантес посещал это место несколько раз, будучи в плену. На территории современной столицы Алжира Сервантес провёл пять лет. В руки к алжирским корсарам Мигель и его брат Родриго попали в 1575 году. Они возвращались из Барселона в Барселону на борту Галеры Солнца. Ему было 28 лет. Когда он вышел из плена, ему было 33. Это очень важный период его жизни. Сложно найти свидетельство его пребывания в Алжире. Но, к счастью, сохранилась пещера, в которую он бежал вместе с 14 компаньонами. Из неё они выходили в город, чтобы получить какие-либо новости. Сервантеса освободили в 1580 году после того, как за него заплатили выкуп. Эксперты считают, что время в плену оказало большое влияние на работу писателя, а также на его самые известные литературные произведения, такие как «Дон Кихот». «Пещера Сервантеса – это историческая связь с великим писателем. И она очень ценная. Она позволяет не забывать общую с Испанией историю. Он смог бежать и написал удивительное произведение. Обратно в Испанию он забрал часть алжирской атмосферы». Австралийские экологи наблюдают за летёнышами морских львов, которые беззаботно резвятся у скалистого острова, расположенного недалеко от западного побережья Австралии. Здесь им не угрожают ни акулы, ни грозные волны океана. Под присмотром внимательных мам они учатся плавать и общаться со своими собратьями. Австралийские морские львы относятся к редким видам. Сотрудники департамента парков и дикой природы Западной Австралии следят за их размножением и здоровьем последние 30 лет. «Это их родной остров. Здесь они родились, здесь и останутся. Самки австралийских морских львов не покидают своих родных мест. Здесь мы в основном видим тётушек, мам и бабушек. Они все родственники». Недалеко от этого острова находятся ещё пять колоний морских львов. Экологи периодически пересчитывают животных. «Обычно мы можем отследить, увеличивается ли число особей, является ли их рост стабильным или снижается». В настоящее время у берегов Западной Австралии насчитывается около трёх тысяч морских львов. Их численность осталась такой же, что и три десятилетия назад. Но и это природозащитники считают хорошим знаком. «Самое лучшее из того, что мы видим, это стабильная численность колоний на островах». Австралийский морской лев – представитель семейства ушастых тюленей. Самцы вырастают до двух с половиной метров и набирают вес до 300 килограммов. Самки значительно меньше, они весят всего 100 килограммов, а их длина – менее двух метров. Австралийские морские львы всегда были немногочисленным видом животных.